Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис и вместе со мной. За повседневной жизнью Перми и Пермяков наблюдает оператор Сергей Пьянков. Мы колесим по Пермским дворам улицам на автомобиле Лифан Салана, любезно предоставленном компанией Демидыч на улице Ким, 75. И для начала историческая страничка. Многие знают, что радио изобрел Попов. Но мало кто знает, что наш земляк Александр Попов, автор проекта, самой первой в Перми электростанции. А между тем, именно так оно все и было. И в этот день, 10 февраля 1902 года, в Перми открылась первая электростанция по проекту Александра Попова. Здесь, на углу улиц Аханской и Торговой. Ныне, соответственно, газеты «Звезда» и «Советская». И вот в этом вот современном офисном здании мало кто сейчас опознает ту старую 100-киловаттную паровую электростанцию. Жители улицы Домостроительная в микрорайоне ПДК собираются обращаться к городским властям с неожиданной инициативой о переименовании их улицы. Правда, до сих пор не сошлись люди во мнениях, как она будет называться по-новому. Кривостолбовая или косостолбовая. Это шутка, а ежели всерьез, так столбы освещения на улице Домостроительной действительно накренились просто через один. Что создает жуткие неудобства, а главное опасения у жителей, как бы не остаться им без электричества. Там подпора вот какая стоит, деревянная. Столб снизу сгнил. И упадет прямо на газ. Тут не знаю, что тогда будет. Жители первого подъезда, дома номер 19 по улице Щербакова, несколько раз обращались в родную управляющую компанию с просьбой поменять дверь в подъезд. Ну, в общем, дверь ветеран и замены заслуживает безусловно. Угадайте с трех раз, что сделала управляющая компания. Она таки взяла и поменяла дверь, но не в подъезд. Дверь поменяли в подвале. Эван, какую красавицу поставили. Железную, добротную, что называется, из пушки не прошибешь. Дополнительную пикантность этой ситуации придает то обстоятельство, что предыдущая подвальная дверь тоже была железной и абсолютно добротной. Стоило ли менять? Если на улице Домостроительной жители боятся падения на газовую трубу столбов электрического освещения, то здесь, во дворе 17 и 19 домов по улице Щербакова обитатели боятся того, что на газовую трубу упадут деревья. Высокие, красивые березы, но как ветер эти березы просто норовят лечь на газовые трубы. Рассказывают жители. Мы обращались уже несколько лет, на протяжении последних четырех лет ежегодно. Нам все, что угодно обрезают, но только не вот эти деревья, которые граничат с этими газовыми трубами. Вот таким увидела очередной обычный день Перми и Пермяков съемочная бригада дежурного по городу. И на этом заканчивают свою трудовую вахту Игорь Гиндис и Сергей Пьянков. Нам только остается напомнить о том, что продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. И автор самого интересного, самого содержательного послания получит вот этот вот сертификат. Романтический ужин на двоих в гриль-таверне Монтенегро на улице Горького, 28. Есть за что бороться, а посему. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы 2-630-300 И сайт телекомпании «Рефей» в интернете 3w.refei.ru Пишите и звоните. Ждем с нетерпением. Встречайте завтра Анну Водоватову. А на сегодня все. Спасибо. Удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok